В Красноярске прошли 14-е рождественские чтения, приуроченные к 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Игумена Радонежского. В рамках конференции состоялся и праздничный концерт, участие в котором приняли творческие коллективы из разных городов и районов края. 14-е краевые образовательные рождественские чтения уже несколько лет проходят под председательством митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона. Их гостями и участниками являются деятели науки, культуры, образования Красноярского края, Москвы, других регионов России и зарубежных стран. Серьезная цель это просвещение, это путь к педагогике спасения, путь к красоте и вечному миру в сердцах людей. Прежде всего хочется сказать, что участие в рождественских образовательных чтениях это обмен опытом. Это разрешение тех вопросов, которые являются злободневными. Очень сложные вопросы, которые связаны с взаимодействием церкви и общества. Церковь вне общества не может существовать. Есть вопросы, которые связаны со школой. То есть мы рассматриваем вопрос церковь и образования, вопрос церкви и культуры, вопрос церкви и культурологического наследия, значит, Енисейской губернии. То есть здесь и краеведческий материал, и те вопросы, которые связаны непосредственно уже на глобальном уровне, прежде всего с образованием и воспитанием нашего подрастающего поколения. Эта площадка действительно, можно сказать, инновационная, которая помогает найти ответы на вопросы в области культуры и духовно-нравственного просвещения. На всех площадках чтений руководители секции направлений, конечно, формируют предложения в резолюцию. И после они будут оформлены и обсуждены в дистанционном режиме и представлены в сборнике чтений. На праздничном концерте состоялось награждение участников конкурса за нравственный подвиг учителя. Митрополит лично вручил дипломы и подарки победителям и поздравил всех с наступившим Новым годом по юлианскому календарю. Счастья вам, здоровья, искренне поздравляю вас и с Новым годом, потому что эта дата связывает нас с историей Бизантии, с историей нашего крещения, с Киевом, связывает нас с Псковом и Минском, с Сталином и Лигой, с Белградом и Прагой, где живут православные братья и со всей землей. Это великая культура единения народов, начатая Господом в Юфлиеме, и она не окончится никогда.